На телеканале Юганск новости. Здравствуйте в студии Кристина Кочерова и в начале коротко о главном в этом выпуске. От материальной помощи до жилищных проблем. Более 100 обращений поступило к окружному депутату Александру Зеленскому. Как действовать в аварийной ситуации. В Нефтьюганске окружные полицейские прошли курс по защитному вождению. Пишем дома. Горожанам предлагают присоединиться к ежегодной акции «Тотальный диктант». Ковид-19 в Югре не вмешается в учебные планы общеобразовательных школ. Как сообщили в правительстве округа, внеплановых каникул в регионе не будет. Это совместное решение Роспотребнадзора, медиков и образования Югры. По словам заместителя губернатора, все Володокольцова необходимости во внеочередных каникулах нет. Вспышка ОРВИ в Югре пошла на спад. Что касается коронавируса, то во всех образовательных учреждениях региона действуют протоколы по его профилактике. Если у кого-то из педагогов или школьного персонала обнаруживается ковид, все возможные контактные лица отправляются на двухнедельный карантин и все это время находятся под наблюдением медиков. К работе и учебе приступают только после заключения врачей. В Нефтьюганске сейчас три класса находятся на таком карантине. В Сургуте ситуация хуже, там от учебы отстранили аж 80 классов. Депутат Окружной Думы Александр Зеленский провел очередной прием по личным вопросам. В общей сложности за 9 месяцев к нему поступило более 100 обращений. Как правило, преобладают просьбы о материальной помощи. Но на этот раз вопросы были более сложные. Все обращения по квартирному вопросу. А он, как известно, решается труднее всего. Екатерина Валиева – молодая мама четверых ребятишек. Старшему всего 9 лет. Она разводится, жить негде. На родственника, включая бывшего мужа, надеяться не приходится. Отец здесь не живет, а мама снимает комнату. И то есть, как бы, вообще негде жить сейчас. Сейчас вы где обитаете вообще? Ну, подружки. Депутат в первую очередь озаботился, чтобы Екатерина получила материальное пособие, поскольку ее ежемесячный доход всего лишь 10 тысяч рублей. И она даже не может заплатить за справки, чтобы встать в очередь на жилье. Мы сейчас детально будем изучать, потому что документы мы ее взяли. Соответственно, будем там ряд обращений направлять. Это, во-первых, в очереди стоит, а не стоит, потому что, соответственно, надо выяснить, стоит ли она в очереди, а не стоит на жилье. Является ли она, возможно, участником программ ипотечных, потому что она относится к категории молодых, ей 29 лет. И, соответственно, пособие получают, а не получают. Сейчас мы этот округ как раз направили ее в многофункциональный центр. Соответственно, после того, как мы выясним все эти нюансы, как-то сможем уже дальше с ней работать. Следующей посетительницей стала первая учительница Нефтьюганска Ольга Ефимовна Скокунова. Много лет она ждала субсидию как представитель коренных малочисленных народов. Получив ее, вложила в долевое строительство. Застройщик ДСК-2 обещал сдать дом в июне 2018-го. Но новоселье никак не наступит, и бабушка скитается по родственникам. И вот с тех пор все жду, хожу в этот 11-й микрорайон, 45-й дом, 5-й этаж, квартиру. Жду, не дождусь. Александр Зеленский взял ситуацию на контроль. Ольга Ефимовна получила бесплатного адвоката. Не исключено, что ей придется решать свой вопрос в суде. Здесь на приеме также был представитель адвокатской палаты. Проконсультировали ее, соответственно, после этого ей необходимо написать направление на получение этой помощи юридической. И после этого, соответственно, дальше продолжится работа с застройщиком. Ну и мы также планируем направить застройщика в обращение. Очень часто приемы проходят совместно не только с юристами, но и с другими депутатами. Так гораздо эффективнее. Да, это эффективнее, потому что, будем так говорить, что если брать уровень города, то здесь, соответственно, муниципальный депутат более погружен. Если брать уровень окружной, то, естественно, вопрос более нашей специфики соответствует. Не тогда у нас был депутатский прием, посвященный здравоохранению. Мы, естественно, принимали с депутатами, которые работают в этой области. Это достаточно эффективно, потому что некоторые вопросы снимаются прямо по ходу приема. За 9 месяцев этого года Александру Зеленскому поступило более 100 обращений от избирателей. Причем не только из Нефтьюганска, но и из Сургута, Нижневартовска, Гоголыма, Югорска. Почти половина вопросов решена положительно. Инна Новикова, Рамиль Аскаров, телерадиокомпания «Юганск». Сбили на «Зебре». ДТП с участием велосипедиста произошло сегодня в Нефтьюганске. Авария случилась на пешеходном переходе рядом с перекрестком улиц Петухова-Мамонтовская. Пешеходный переход в этом месте нерегулируемый. Под машину попал велосипедист 57-го года рождения. На кадрах видно, что мужчина решил переехать «Зебру», вместо того, чтобы спешиться и убедиться в безопасности своего маневра. Виновник ДТП попал под колеса автомобиля «Рено». Им управляла автоледи 69-го года рождения. В результате столкновения велосипедиста доставили в больницу. За сколько времени нужно выехать на работу, чтобы не попасть в ДТП? Для окружных полицейских в Нефтьюганске прошли курсы по защитному вождению. Тренеры из Москвы уточняют, это не из области навыков, как выйти из заноса, а как в занос не попасть. Ученикам наглядно показали, как даже небольшое увеличение скорости ведет к катастрофичному увеличению тормозного пути. Всего одна секунда – время реакции водителя на аварийную ситуацию на дороге. Но за это время тормозной путь в зависимости от скорости автомобиля увеличивается в разы. Эти метры зачастую становятся вопросом жизни, рассказали ученикам на курсах. При увеличении скорости в два раза тормозной путь не в два раза увеличивается, в четыре. При скорости 60 км в час автомобиль за одну секунду проходит 16,7 метра. А за полсекунды сколько он пройдет? А у вас есть? 8,3. 8,3. Давайте мы вот от этой линии торможения отшагиваем туда 8,3 метра. 30 окружным полицейским наглядно показали, даже самая качественная тормозная система машины и опытность водителя не позволят сократить тормозной путь, который большинству представляется гораздо короче, чем в реальности. Движутся автомобили, подъезжают к перекрестку с разной скоростью, например, какой у них будет тормозной путь. Ну то есть, та, которая движется 70 км в час, у нее будет тормозной путь намного больше. Из-за того, что время реакции водителя, она примерно секунды, да? То есть, из-за этого времени он проезжает довольно большой путь. Ну и, соответственно, тормозной путь будет дольше и столкновение будет жестче. При этом часто водители накидывают на разрешенную скорость условные 20 км, рассчитывая на свое мастерство торможения. Но физика есть физика, говорят тренеры. Поэтому внимательность, небольшая скорость и запас времени на дорогу помогут избежать ДТП. Ну, к примеру, мой путь занимает от работы до дома, или давайте так, от дома до работы, пускай будет 20 минут. И я выезжаю за 20 минут. Это уже ошибка. Потому что, если что-то происходит в дороге не так, как предположил водитель, он начинает торопиться. Как только он начинает торопиться, он начинает превышать скорость. Вы понимаете, да, этот клубок начинает нарастать, соответственно, водитель подходит в той зоне, когда уже может произойти ДТП. Если водитель выезжает за 5 минут раньше, понимаете, он обеспечивает все запасы времени. То есть, он едет спокойнее уже. Как со скоростью, так и с минимальной дистанцией. Не стоит рассчитывать на русское «Авось успею затормозить». Человек не машина, отреагирует на ситуацию только через секунду, а столкновение уже произошло. Избежать поможет запас по расстоянию. Тем более, впереди время гололедов. Тормозной путь в таких условиях увеличивается до восьми раз. Проверять на себе доказанные цифры не стоит. Наталья Платонова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». Прописка без права проживания. Сразу двух нефтеюганцев привлекли к уголовной ответственности. По словам правоохранителей, жители организовали эффективную регистрацию иностранных граждан. Правонарушения выявили во время отработки жилого сектора. Так, 38-летний нефтеюганец за денежное вознаграждение зарегистрировал в своем доме четырех иностранных граждан. Правда, предоставлять им жилье он не планировал. Аналогичное преступление совершила горожанка 75-го года рождения. Она фиктивно пустила в свою квартиру сразу семь мигрантов. Полицейские возбудили уголовные дела по нескольким статьям. Нефтеюганцам грозит до трех лет лишения свободы. Совсем скоро отмечаем День учителя. Во многих школах готовится или уже проводит День самоуправления. Это когда в роли педагогов выступают сами ученики. Ребята из 13-й школы поздравляют всех нефтеюганских учителей с профессиональным праздником. Только раз в году у ученика есть шанс попробовать себя в роли учителя. Старшеклассники стоят в очередь на собеседование. Я проводил у класса свои параллели урок английского языка. Как ощущения? Ну, смешанные чувства. Почему? Да, с одной стороны интересно, а с другой стороны как бы это. Понимаю, почему учителя иногда бывают довольно строгими. Дмитрий Третьяков в этом году начал работать учителем начальных классов. На своем опыте уже понял, какой непростой труд. Он и его коллеги поздравляют всех нефтеюганских учителей с профессиональным праздником. Я новый учитель школы номер 13. И я на личном опыте испытал, насколько нелегко быть учителем. Это не только подготовить материал и изучить методику. Это отдать всю душу, чтобы сделать материал интересным для детей. Желаем вам крепкого здоровья, достойной зарплаты, личного благополучия, хороших, достойных, любящих учеников. Но главное поздравление в этот праздник, конечно, от самих учеников. Спасибо за преданность в делу, за способность делиться талантами и знаниями с учениками. От души желаю вам здоровья, успехов, оптимизма и новых свершений в вашем благородном труде. Телерадиокомпания «Юганск» присоединяется к поздравлениям педагогов. Добавим, профессиональный праздник в нашем городе отмечают 740 школьных учителей. С праздником! Вот четыре бланка. Здесь вся информация указана о том, как зарегистрироваться, как зарегистрировать ручку. Сегодня первой получить себе и своей семье целых четыре уникальных набора пришла Любовь Леонидовна. Женщина участвует в тотальном диктанте уже в пятый раз. За все эти годы были только положительные оценки – четверки и пятерки. Раскрывая секрет успеха, говорит, что нужно заранее повторять все правила русского языка. «Самое сложное, наверное, это знаки припинания. Вот это самое сложное. Потому что авторская пунктуация, она своеобразна. И иногда порой автор ставит такие знаки припинания, которые, может быть, я ошибусь, они не подчиняются правилам русской пунктуации. То есть это авторская пунктуация». В нашем городе тотальный диктант проходит с 2016-го. Площадками были разные учебные заведения, колледжи и школы. В этом году он тоже должен был состояться в вочном формате еще в апреле. Сейчас же нефтеюганцам проверять себя на грамотность придется дома. «С 1 октября организован пункт выдачи бланков и ручек на территории Центра молодежных инициатив в пункте выдачи бланков тотального диктанта. Бланки можно получить с 8.30 до 17.30 без перерыва на обед. Бланки выдаются с соблюдением всех мер защиты индивидуальной». Андрей Геласимов – писатель и лауреат литературной премии «Национальный бестселлер». Именно он стал автором текста «Тотального диктанта-2020». Мужчина подготовил четыре части текста, посвященных основателю теоретической космонавтики Константину Циолковскому. «С 17 октября в 13.00 произойдет сам диктант. Каждому человеку необходимо будет зарегистрироваться на сайте «Тотального диктанта», зайти на страничку города Нефтьюганска и писать диктант под диктовку «Звездного диктатора» на нашем фирменном бланке». Всего волонтерами подготовлено 200 наборов с ручками и бланками. А если вы не успели получить комплект, но очень хотите участвовать, то расстраиваться точно не стоит. Подключившись к одному из эфиров на официальном сайте totaldict.ru, можно будет написать работу самостоятельно. После проверки специалистов оценка за онлайн-диктант появится в личном кабинете участника. Галина Зорина, Денис Ефремов, телерадио «Компания Юганск». Подписывайтесь на наш канал в социальных сетях и делайте новости вместе с нами. Звоните в будню 23 77 47. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!